Ребята, всем привет! Сегодня снимаю на другой день. Сегодня день рождения у Юры. Он сегодня с дачи приехал, уже выспался. Выспался сейчас одни с Вадимкой на улице, пошли по делам. А я дома готовлю салаты. Два салата. Один я уже сделала, правда у меня небольшой получился. В общем, мы едем сегодня к свекрови, к Юриной мамочке. Мы решили отметить там, ну тоже чисто символически, и решили поехать туда. Купили тортик уже. Значит, я салаты. Юра хочет еще шампанского купить нам с мамой. Да, он за рулем, он не будет ничего пить, потом домой приедет, будет пить. Я хочу с собой взять салатик, поэтому, ну я немного и делаю. У нас Кирилл сегодня с третьей пары, он ушел в колледж, и он до самого вечера, ну не придет. До шести его дома не будет, поэтому он, скорее всего, с нами не поедет. Мы не сможем так его долго ждать. Вадимка-то уже пришел из школы, а Кирилл-то нет. Мы, наверное, поедем троем, и вот еще мама будет, и мы четвером, нам хватит. Это а-ля Цезарь, а-ля Цезарь, да, вот салат сделал. А это наш любимый карусель. Ну, тоже положу сюда, и я ставлю Кириллу. Вот этот тоже Кирилл очень любит салат. Я еще здесь ничего не размешивала, а мне надо еще сухарики добавить будет туда. Все, а Цезарь готов. Готов, я его вот так пока оставлю, пусть стоит. Надо пленочку на еде будет надеть, и с собой возьму. И этого салата сюда положу, тоже возьму с собой. Так, ну, тортик еще у нас сейчас покажу. Вот тортик Прага, это Юра купил по дороге домой, ехал, купил сегодня, заехал, взял. Вот этот тортик с собой возьмем. Ну, наверное, естественно, сок еще возьмем. Сок 2 литра, и, наверное, может быть, ну, не знаю, фрукты, если захотят, может быть, фрукты еще возьмем. Сегодня пришел заказик Васильевок. Я там заказала кое-что новое, там новое на сайте появилось. Обязательно оставайтесь со мной, не переключайтесь, посмотрите. Это из одежды, модная одежда. У меня все покрывала в стирке, так поэтому прям на постельном показываю, но все уже вытащила из пакета. Здесь у меня, смотрите, это брюки-силуэт бордовый цвет, это брюки-силуэт черный цвет, это кожаные штаны. Дальше здесь у нас это платье Инесса женское. Сейчас примерю, надеюсь, будет хорошее, надеюсь, не подойдет. Вот, и здесь у меня эта футболка, длинная, кстати, удлиненная футболка, такая оверсайз, я заказала вот, чтобы с этим носить. Разные размеры заказала, так как я говорила, что я сюда поправилась. Не знаю, какой 50 размер лучше будет, или 52, сейчас примерю. Платье 50-е. Так, а футболка 50. Девочки, я сейчас уже примерила брюки, это вот пордовые. Я еще их не мерила, даже, скорее всего, наверное, мерить не буду. Ну, покажу вам, надену, ну, конечно же, они мне большие, потому что вот 50 свободно вообще, свободно место есть, а 50 я их просто открыла, они огромные. Вот они 52, они на 52, вот мои 50, они на 50. А это платье, посылочка немножко не успела, я его вообще-то хотела это платье заказать на Новый год, поэтому здесь, видите, кружево, кружево. Посмотрим, оно такое, как вечернее платьишко, увидела, очень понравилось, решила пробовать заказать, оно прямое, может быть, мне будет хорошо. И здесь вот такая вот футболка, очень прикольная, бихо, бихо, бихо. А вот бордовые, вот посмотрите, какие огромные, они даже, вот видите, это не мои бедра, это штаны такие, бедра у меня вот, очень большие в бедрах, ну, широкие они. И они, наверное, подойдут на 52, на 54 даже подойдут. Показываю платье, а пока показываю без колгот, сейчас колготки надену, покажу вам, чтобы вы понимали. Получается чуть выше колена платье, я, конечно, люблю пониже, но сейчас колготки надену, посмотрю, как будет. Рассмер, конечно же, подошел, тут еще в бедрах свободнее, канона такое, как немножко чуть-чуть даже расклешенное, можно сказать. Рукава хорошо по размеру. В принципе, хорошенькое платье, недорогое, хорошее, отрикотажное. Все, колготки надела. Мне кажется, это платье подойдет к родителям как раз ездить, к свекрови в гости, к родителям. Мы как раз сейчас собираемся в гости, поэтому у меня тут кудры, я еще их не расчесывала. Вот, и мне кажется, для таких праздников, ну, для к родителям ездить самое то. Платье не мнется. Видите, никакого живота ничего не видно. Свободно. Это размер 50. Следующее я хочу вам показать, это футболку, которую я заказала, и брюки-силуэт, кожаные штаны-силуэт. Это 50 размер, 50. Вот так вот они выглядят. Они, получается, что прямые. Дикси, орвет ковер. Вот такие вот они. Ну, они не узенькие, да? Вот как выглядят. Здесь, значит, у нас карманы на резинке. И футболка вот так выглядит. Я пока ее не заправила. Я сейчас тут туфельки приготовила. Хочу показать вам, как на сайте, там девушка-модель, у нее брючки, футболка заправлена, и она в туфельке у нее на каблуке. Футболка вот такая вот смешная. Она мне хорошо по размеру. Люблю такой рукав, чтобы локоть был закрыт. Очень нравится. Так, здесь у нас что-то такое, как шершавенькое. Скорее всего, это вот вышивка, это как наклеечка серебристая. Такая вот прикольная. Вот досюда здесь разрезики. Сейчас я уже заправила футболку, надела туфли. Конечно же, уже по-другому смотрится. Какую-то блузочку надо нарядную, наверное, будет. Еще лучше смотреться. Посмотрите, мои хорошие, как смотрится с блузкой. Да, сумочку, если в ручке взять, то, в общем, деловой образ готов. В офис, в офис, на работу. Брючки подойдут и с футболками носить, и с блузками очень хорошо. И туфли, и кроссовки можно носить. Ботинки. Ребята, мы едем к свекрови. Я приготовила салатики, тортик взяли. Сейчас заехали, надо будет что-то, может быть, и спиртного. И сок. И сок еще. Ребята, я сейчас собралась готовить маффины. Я буду сегодня готовить маффины, а Кирилл хочет по новому рецепту сделать какой-то кексик. Я не знаю, будет он показывать, что он готовит или нет. Он будет позже делать, чуть после меня. Когда я тесто приготовлю, поставлю, он уже будет готовить. У него там новый рецепт, непроверенный. Если получится, то покажем. А я буду готовить вот эти вот маффины. Написано, черничные маффины. Они у меня будут шоколадные маффины. Заместо черники у меня шоколад. Я уже показывала вам этот рецепт. Как-то я готовила уже их. Они потрясающие, очень вкусные получаются. Воздушные, в то же время немножко как... Знаете, вот корочка немножко хрустит. Очень вкусные. Надеюсь, у меня получится так же. Тогда мы с Кириллом готовили. Но больше Кирилла сегодня я сама. Если что, я показываю вам рецепт. Просто можете нажать на паузу, переписать. Просто вместо черники я добавляю шоколад. А вот как готовить. Вот тут тоже написано. Ягоды можно добавлять. Видите, шоколад или орехи. В общем, на свое усмотрение. Все, приступаем. Я тут уже все соединила. Сегодня буду взбивать все в планетарном миксере. Я хочу, кстати, сегодня сделать двойную порцию. Двойную. Всего по два сделать. Потому что все время нам мало. И в двойную буду порцию делать. Только здесь написано яйца. Тут написано примерно... Яйца примерно три. А я возьму пять. Я думаю, что будет достаточно пять. И как раз буду сегодня использовать новые формочки. Вот такие вот красивые. Я помыла уже. Надо наполовину примерно тесто положить. Потому что они поднимаются, эти маффины. Вот. Ну, наверное, раза на два, на три придется в духовку ставить. Потому что купила... Ну, только вот формочку. Вот эту надо было больше, наверное, и взять. Посмотрим сейчас. У нас яйца домашние, хорошие. Добавила молоко. Яйца. Манилин. И еще такой. Все, я муку всю туда положила. Разрыхлитель добавила. Все размешала. Сейчас я хочу проверить. У меня там немножко осталось муки. Мне кажется, чересчур густое тесто получилось. Я сделала все как указано. Так-то, в принципе, все уже готово. Осталось мне тут... Кирилл шоколад помогает ломать. Осталось только шоколад туда размешать, положить. И все, и в духовочку. Все, тесто у меня готово. Я уже положила шоколад. Ложка стоит. Надо было, наверное, поменьше муки добавить. Ну, делала как по рецепту. Поэтому вот такое тесто. Можно даже чуть-чуть меньше делать. Тут еще оставила чуть-чуть шоколадки. Это Кириллу. Она тоже для его кекса. Больше нет шоколадки. Я сейчас немножко смажу, наверное, все равно формочки наши. Потому что, ну, если не смазываем, то у нас прилипает. Потом невозможно вытащить. Чуть-чуть хотя бы смазать. Положила тесто в силиконовую форму. Вот так вот. И у меня еще осталось очень много. Там у меня Кирилл готовит. Я хочу вам показать. Смотрите, у меня какие пышные получились эти маффины. Прямо даже тесто тут разорвалось. Ну, не знаю, проверила. Вроде бы внутри пропекло. Сейчас подожду. Потом буду вытаскивать. Кирилл тоже делает. У него, ну, что-то типа зебр. Да, сыночка? Ну да. Я уже все достала. Посмотрите, какая красота. Правда, вообще не видно, что это сердечко. А, вот это я перевернула. А здесь мне не перевернуть. Потому что они, смотрите, какие у меня пышные, пышные, пышные. Сердечки-то вот. Надо, значит, получается класть меньше. Очень пышные получается. Вот так вот сделаю их. Видите, вот они сердечки-то. У меня просто супер-супер толстенькие. Не надо меньше, да, положить в два раза меньше надо наливать. А, допустим, у меня так. Следующий раз поменьше буду делать, чтобы они пышные, не стоят, вот насколько больше. Видите? Ну, столько больше. И здесь тоже у меня, но здесь хоть держится, ну, насколько пышнее, чем формочка. Она должна быть вот так вот. А, ну, вон какой-то, лосненько. Здесь уже попробовали внутри. Все пропеклось, все нормально. Видите? Очень вкусно. Я сейчас хочу пудру добавить еще вот сюда. Я очень довольна формочками. Все вытаскивается, вот я имею в виду, уже готовое. Все вытаскивается за одну секунду. Ничего не прилипает. Формочки классные. И рецепт супер-супер. Все, я добавила уже сахарную пудру. Кирилла тоже готов кекс. Ну, вот такой очень простой рецепт. Там, мне кажется, у него мука, сахар, масло, яйца. Все, все. Разрыхлителя нет, молока нет. У меня еще молоко там было. Сейчас остынет. Я разрежу и покажу вам в разрезе, как. Видите? Шоколад растопил. Что-то типа зебры. Должен быть такой вид у него. Такой простой тоже, простой кексик. Мы решили, вот видите, побольше сделать, чтобы сразу на несколько дней решили отказаться, не знаю, насколько нас хватит, решили отказаться от выпечки, от сладкого из магазина. Ну, иногда, конечно, будем конфетки там хорошие покупать, да, шоколадные хорошие. А вот из такого печенья, там, вот эти тортики, пирожные, все, мы решили не брать. Надо готовить самим. Самим это намного вкуснее, вкуснее со своей выпечкой. Уже знаешь, что там у тебя внутри. И вообще, я считаю, что, наверное, скорее всего, экономия. А вот вы мне напишите, если дома готовить, ну, вот я имею в виду выпечку, да, это экономнее получается, чем если ты в магазине покупаешь. В принципе, оно тоже дорого, да, выходит, что это вот все купить, масло там дорогое, да, яйца дорогие. Да, ну, может быть, то же самое получается, но здесь по весу-то больше очень тяжелый. Ой-ой-ой-ой, слушайте, ну, тарелка тяжелая, но без тарелки тоже он тяжелый. Там несколько килограмм, наверное. Да, вес большой, поэтому, скорее всего, выгоднее получается готовить выпечку дома. Так что, вот, мы решили готовить. Сейчас будем часто снимать вам, показывать выпечку разную. Не знаю, насколько нас хватит, но сейчас да, сейчас пока да. Ребята, все хорошо получилось, все очень вкусное. У меня, значит, внутри вот так вот, потому что у меня кусочки... О, она бабушка тоже делает. Да, 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 делает, да. Я, значит, тоже делала только зебра. У меня полностью рецепт зебры я делала даже. Даже на той квартире жили, так я делала как-то не один раз. А сейчас забросила. Вот сейчас попробуем, Кирилл, рецепт. Если вкусный, то будем по нему делать, по этому рецепту. У меня, смотрите, получается вот кусочки, видите, шоколада. Я не растапливала, просто набросала. Вот так получилось. У него он растапливал. И вот так вот кусочками наливал туда. И так аккуратно складывал, видите, как полоски. Ммм, вкуснятина. У Кирилла немножко посладше. Он добавил больше сахара, чем у меня. Не знаю, будет он посыпать или нет, но он разрешил, говорит, разрежь, покажи. В общем, вот такая вкуснятина. Ммм. Объедение. Я свой тоже кексик уже попробовала. Тоже очень вкусно. Потрясающе вкуснятина. Мои хорошие, на этом сегодняшний влог буду заканчивать. Хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, кто ждет мои видео. Столько в этот раз пришло комментариев очень добрых. Мне пишут, что Лена, мы очень скучаем без тебя. Снимай почаще, куда пропало. Мне очень-очень это приятно. Прям действительно очень приятно читать ваши комментарии. И я очень рада, что меня ждут. Некоторые не отписываются, ждут мои видео. Да, ну я говорила много раз, что у меня очень много времени занимает Бусти. Я снимаю на Бусти, да. У меня СМР канал и Бусти СМР. Туда очень много времени уходит. И поэтому здесь меньше видео. Я просто морально, физически не могу столько, ну на три канала, да, снять столько контента, да. Вот. И еще хотела сказать спасибо огромное за то, что вы мне объяснили и написали по поводу сушилки машинки, сушильные машины. Да, я писала там в комментариях, там девочки прочитали, мне там отвечают. Мы когда ходили, последний раз выбирали сушильную машину, были в М-Видео. И нам консультант объяснил. Вот он прямо говорит, что вот эту вот стойку нужно купить. Она там вроде бы 8 тысяч стоит, да. Вот ее ставят на стиралку, а сверху сушильную машину. И вот эту штуку сначала нужно поставить на стиралку и прикрепить к стене. Вот я рассказывала, что у нас не получится прикрепить к стене, потому что там пластик и пустота. И мне многие написали, Лена, ничего не надо крепить, она прямо так ставится. Некоторые просто прямо ставят на свою стиралку машину, ничего не делается. Спасибо вам за то, что вы мне это все написали. И вот еще один вопрос у меня такой, потому что я не видела в интернете ответа. Дело в том, что у меня стиралка, машинка-стиралка, она у меня, когда стирает, когда вот начинает сушить, да, выжимать, она вот так вот дребезжит и, в общем, она действительно отходит от стены примерно вот на такое расстояние. Представляете, она вот так вот ее трясет, она двигается, двигается и к выходу двигается. Открываешь двери, иногда смотришь, она хочет убежать. Я говорю, ты куда собралась? Говорю, смутаться хочешь, что ли? Вот действительно такое ощущение, что она хочет куда-то убежать. Вот, и я боюсь, если я поставлю машинку-сушилку сверху, не упадет ли сушилка из-за того, что машина-стиралка у нас в разные стороны. Мы покупали всякие ножки туда ставили, да, резинки ставили, чтобы, ну, она не бегала, у нас не ходила все равно. Но она не стоит на месте, как только начинает там сушить, выжимать, она начинает двигаться, все оттуда слетает, что с краю стоит, да, я там что-нибудь ставлю на машинку, все оттуда слетает, падает. И, ну, вот так вот у нас такая машинка. Мы как бы купили эту квартиру, здесь уже была машинка, вот она бегает у нас постоянно. Мы не знаем, что придумать, всякие ножки покупали, устанавливали. Все равно, все равно она у нас бегает, бегает, по-другому никак не скажешь. И я не знаю, можно ли на такую машину поставить сверху сушилку. Так что вот тоже, если кто в этом разбирается, напишите. Не знаю, что делать, ее не зажать ничем там, потому что от стены ее ставишь к стене. А от машинки до ванны там еще есть расстояние небольшое, ну, где-то 10 сантиметров. И вот она вот так вот, ее постоянно штормит. Да, знаю, что как-то слышал, что если машина вот так бегает, то она вообще сломаться может. Ну, что я сделаю, если она, даже Юра не мог у меня. Говорю, покупали разные штучки, она все равно ее трясет. Так что тоже напишите, пожалуйста. Вообще, спасибо огромное за ваши комментарии. Видео, блоговый канал я не буду бросать, естественно, буду снимать. Ну, просто видео не так часто выходят, потому что я там, я там работаю. Ну, Бусти у меня это моя работа. Это теперь основной, это основной мой канал Бусти. И нужно работать, да. Все же кушать хотят, да. Дети у меня, их надо накормить, накормить, а будь, а дети выучить. На это все нужны денежки, поэтому мне приходится работать. А сюда уже мало времени, мало времени остается, потому что я уже такая уже, постаршая девочка, да, не могу там целыми днями снимать их. Хоть я снимаю, но у меня глаза устают. На АСМР видео уходит очень много времени. Я снимаю долго, потом монтирую долго, потом глаза болят, и поэтому уже на влоге. Ну, я снимаю. Я потихоньку дома, почти каждый день снимаю, потом просто соединяю и выкладываю. Так что, мои хорошие, будут видео просто не так часто. Не могу, не могу часто выпускать. Если бы не было Бусти, то другое дело, то все равно там очень много времени уходит очень. Ладно, мои хорошие, все, спасибо огромное вам за ваши теплые комментарии. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что ставите лайки. Пишите комментарии. Мне очень-очень приятно. Всем пока-пока. Скажу, увидимся. Пока, мои хорошие.